В этом видео решил рассказать вам о чате GPT. Все вы скорее всего слышали про искусственный интеллект и слышали про такое словосочетание как чат GPT. В одном из своем видео предыдущем я рассказывал об искусственном интеллекте MidJourney, который позволяет делать картинки по текстовому запросу. А в этом видео мы разберем чат GPT. Его сделала компания OpenAI. Эта компания вроде бы как Илона Маска, но не важно. Итак, как пользоваться им? Заходим по вот этой вот ссылочке в любом браузере. Ссылочку я оставлю в описании к видео. И если вы находитесь где-то в странах СНГ, то при этом обязательно пользуйтесь VPN. Подойдет любой, бесплатный. Вот я пользуюсь каким-то бесплатным. Ну и потом нажимаем кнопку Try Chat GPT. Я уже зарегистрирован, поэтому у меня откроется окно самого чата. У вас же скорее всего откроется окно регистрации. Там регистрация очень простая. Опять же, вводите свою электронную почту. Вам приходит письмо подтверждения. Со всем соглашаетесь. И потом есть еще там небольшой момент. При регистрации вам надо указать номер телефона. Опять же, номера телефонов из стран СНГ не подходят. Поэтому, если у вас где-то друзья за границей, попросите у них номер телефона. Там придет одна смска с паролем подтверждения. Вы введете этот пароль из смс и все, можете работать. Опять же, если у вас нет друзей за границей, можно арендовать, скажем так, телефонный номер где-то за границей. Сейчас полно таких сервисов. Найдете, думаю, с помощью гугла за 5 секунд. Итак, самое главное, вы потом попадаете в это окно. И тут можете писать свои запросы. Давайте сначала поздороваемся. Hello. Вот, и видим, да? Чат GPT нам отвечает. Hello, how can I help you today? Первый вопрос, когда у меня возник, когда я им пользовался, мне было интересно, понимает ли он русский язык. Давайте его так и спросим. Ты понимаешь русский язык? Либо украинский, либо даже белорусский. Не знаю, не пробовал. Да, я могу понимать и говорить на русском языке. Как я вам могу помочь? Давайте вот так расскажи. Анекдот про программиста. Если писать такие запросы, то покажется, что это какая-то развлекуха, типа помощника вот этой там, какие есть у гугла, у яндекса, у аппла. Ну, это так, развлечения для детей. Чем интересен этот чат именно программистам? Так, тогда дайте мне бутылку кода. Ну, анекдот я не понял. Ну, ладно. Чем этот чат интересен программистам? Потому что чат GPT может писать код. То есть, либо всю программу целиком, либо какие-нибудь отдельные методы. Давайте спросим, ты понимаешь язык программирования Java? Вот я даже Java не буду писать на английском. Все по-русскому. Естественно, если вы будете писать по-английскому, я думаю, ответы будут более точными, скажем так. Да, я знаю язык программирования Java. Java является мощным. В общем, немного про саму Java рассказывает. Давайте напиши приложение калькулятор на Java. Сейчас давайте дождемся, пока он напишет ответ. Ответ готов. Ответил, что не пишет. Ну, калькулятор это простейшая программа, да? И смотрите, он пишет. Выводится на экран. Введите первый номер. Введите второй номер. Выберите оператор. Плюс-минус делить умножить. И вот, собственно, если мы нажали плюс, тогда складываем. Если минус, вычитаем один номер из другого. И так далее. Как видите, практически полный калькулятор уже готов. И так же идет небольшое объяснение самого кода. Опять же, видим, да? Тут код можно скопировать. Есть такая кнопка. Так что... Все отлично. Опять же, если вы пишете какие-то запросы, почему люди столкнулись с критикой, да? Потому что программисты пишут, что он допускает слишком много ошибок. Опять же, понимаете, да? Что ChatGPT это первая такая версия, которая доступна всем. Представьте, что будет через год. Два, три. Опять же, если это будет платная какая-то версия, я думаю, тут прогресс будет прям, который сейчас невозможно представить. Давайте еще добавь в калькулятор метод для возведения числа в степень. Интересно, получится или нет? Так пишет. Вот example. Пример. Написал, собственно, этот метод. А, добавляет кейс. То есть, если мы выберем вот эту вот галочку вверх, то это будет и есть возведение в степень. Видим, все отлично. Ну, а дальше, собственно, какие у вас есть запросы, есть. Те, собственно, и задаем ему. В принципе, я вам показал, как это можно использовать. Далее мы даже в некоторых видео с приложением Планка я специально воспользуюсь чатом GPT. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...